Ну давайте начнём с того, как я вообще наткнулась на эту породу. Ага. Ну что, получается мы Лану оставляем, а сами уходим. Рассказывай, много ли шерсти? Сильно линяет. Ооо, да, очень. И мама их готовила реже всего, но типа больше всего мне нравились. Больше всего я не могу лопать. Всем привет, вы на канале Крошки Евы, и мы сегодня пришли в Обе, где мы, в принципе, забираем питомцев и уходим вместе с ними. Мы пришли в зоомагазин или что-то типа того, но что-то тут как-то опасно. Да, вот, ёши, не надо вон тут выходить. Да, очень опасно, судя по всему. Тут даже ничего нет. Без питомцев нас не выпустят. Ааа, нам в другую сторону. Ну вообще, это довольно по-доброму звучит. Надо, значит, их найти. Типа знаешь, когда говорят, что там вы не уйдёте отсюда с плохим настроением, так и вы не уйдёте отсюда без питомцев. Слушайте, похоже, нужно опрыгивать косточки, это очень странно. Да, да, так и есть. Ой, вы знаете, недавно стал играть в игрушку, называется To the Rescue, на второй канал. И там вот как раз-таки про питомцев наших, братьев наших меньших, да. Вот, я там собачек, за собачками ухаживаю. Вообще, она такая классная, я прям вам советую поиграть в неё. О, хорошо. Да, типа у тебя приют свой, и ты за ними ухаживаешь, отдаёшь, лечишь. Ну, в общем, и она пиксельная, и выглядит прям очень круто. Не знаю, мне нравится. Прикольно. Смотрите, а это шампунь для кошек? Ладно, как тебе? Так это всё-таки шампунь для кошек. Я бью это в некоторых играх. О, боже. Слушайте, экстра. Это ещё похоже на какую-нибудь виноградную штуку, напиток какой-нибудь виноградный. Да, да, да. Очень, очень очищающий напиток такой. Ну, да, освежающий, очищающий и вообще. Видимо, так нельзя было делать. Слушайте, ну, мы сюда пришли не просто так, я хотела с вами поговорить о животных. А, тут можно перепрыгнуть? А, тут можно перепрыгнуть, кстати, да. Вот, я, в принципе, хотела начать с того, что всем, наверное... Вот это подстава сейчас была, я не ожидала. Ульяна, аккуратно, Ульяна, аккуратно. Капец. Внимание, внимание, там просто... Что мне делать? Прямо в лицо летит. Так вот, я хотела с вами поговорить про то, как я взяла к себе пирожочко домой. Я думаю, всем было интересно бы это узнать. Ага. Ух, я жива. А мы туда, нет? Ева, нет. Нет, она туда. Доши, что? Что такое? Что случилось? Что, простите? Ого, вот это да. Ты что, так быстро прошел все? Да нет. Нет. Это телепорт просто какой-то. Я прошел. Мы с Ланой заблудились. Не понимаю, куда идти. По левой стороне вы там почти у финиша уже. Да. Ага. О. Отлично. О. Так, Ева, рассказывай давай. А, ну да, ну да, слушайте. О, забылась. Ну, с чего бы начать, с чего бы начать. Ну, давайте начнем с того, как я вообще наткнулась на эту породу. Ага. Мне показалось, что они слишком миленькие. Я, честно говоря, увидела. Я вообще просто смотрела, может, какую-нибудь пёселя можно взять. Там, знаете, вот бывает такая, ну, передержка, чтобы понять, подходит тебе эта порода или нет. Ага. Вот. И увидела объявление о том, что вот есть Акиты, и их много, причем, и, короче, ну, не хочет ли кто взять себе, конечно, не за бесплатно, за дорого, можно так сказать. Я поняла, что да, я хочу, я увидела эту моську и думаю, ну, всё, капец, ребята, это точно будет мой питомец. И, знаете, честно говоря, не пожалела. Ну, я не ожидала, что она вырастет такой громадной, просто такой громадной. Да, так что... Я только хотела спросить, что наверняка, когда она была маленькая, она была маленькая. Ты знаешь, когда она была маленькая, не сказать, что она была маленькая. Ну, вот давай представим кошку средних размеров. Ну, это я. Даже... Хорошо. Тогда давай представим, наверное, Мейн-Куна. Вот, я думаю, все знают породы Мейн-Куна, это здоровые дакивашки. А, ну, это кошка крупных размеров. Да, крупная. Вот, если вот так тут примерить, так сказать, то это было больше, чем Мейн-Куна. Относительно кошек или относительно вообще? Ну, относительно кошек. Вот она маленькая была большая, можно так сказать. Ага. Вот, так что подождите, простите, что тут происходит? Пока мы идем по шерсти, рассказывай, много ли шерсти? Сильно линяет. О, да, очень, очень, очень. Настолько сильно, что, знаете, вот приходится складывать это все в пакет. И вот что-то, знаете, такой пакет стандартный, типа от пятерочки. И вот в одну линьку, сейчас скажу, раз, два, три. Ну, пакетов пять, наверное, приходится вот так. О, боже, шерсти. Ева, так ты можешь открыть фабрику маленьких пирожочков и из шерсти их делать. Да, но только, честно говоря, последняя часть, да и вообще почти вся шерсть была выкинута, потому что она уже немножечко испортилась, так сказать. Ну, где-то там намокла, что-то там еще с ней произошло, поэтому придется все собирать заново. Хорошо, когда в следующий раз пирожочек будет линять, ты можешь делать пирожочков. И самое интересное, что даже если ты не умеешь делать классные фигурки щеночков из шерсти, ты можешь делать пирожки. Пирожки сделать легко, и ты просто можешь делать иные пирожки. Это же гениально. А Лана, знаете, Лана как будто из комментариев сбежала. Я пару раз видел такой комментарий, типа, я не знаю, что написать в комментариях, но вот вам рецепт блинчиков. И просто человек такой, типа, у нас там надо то-то, 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 и да, ну, блин, круто. И Лана сейчас тоже такая, так, рецепт пирожков надо взять, немножко шерсти. Ну, это пирожки, которые, ну, как бы, пирожки шерстяные, песельные пирожки. Я, правда, не знаю, кто-то может, наверное, попробовать их даже съесть, потому что цвет пирожочка похож на цвет пирожочков. Слушайте, да. И, Ева, тебе надо делать их максимально несъедобными или надпись там какую-то, да, что это не пирожок, это есть нельзя. Слушайте, знаете, вообще вот, немножечко отходя от этой темы, мы сейчас, я так понимаю, внутри пёселя, но тут почему-то уютно. Такое сердечко было красивое. Это пока что. Ну, да, в принципе, да. Ну, ладно, забираю свои слова обратно. Так вот, вернёмся к пирожочкам. Вернёмся, но мы где-то внутри пёселя потеряли Ульяну. Ульяна, ты это... Я пошла в другую сторону, извиняюсь, я видел. Вот я всё ждала, ждала. Ульяна, если что, там по косточкам вроде по всем можно проходить. Ага. Вот, где там будет вариант выбора. О, вот и Ульяна, ура. Да, я вот у меня. Это насчёт пирожочков. Знаете, я что-то подумала, что можно заняться, ну, валянием. Не... Я даже не знаю, как это объяснить, но есть такая техника, когда ты делаешь какую-то штуку, называется валяние. Ну, не валяние в смысле, ты слишком ленивый, валяешься там ещё что-то. Вот, а вот такое вот валяние. Обернитесь, пожалуйста, в валяшки. А, Ёши, ты чё? Ну, привет. Ой, ой, как это выходит-то, ёлки. Ёши. Да, вот как-то тут надо пропрыгать через стекло, ребят. Ага, так и есть. Может, мусорку. Может, в урну там, это как телепорт. А, простите, а как тут идти? Кто-нибудь понял? По косточкам, да? Нет, наоборот. А, нет, вот так? А, ну, слушайте, так вот, про валяние шерстью. Мне кажется, идея хорошая, но я, честно говоря, таким не занималась никогда, вот. Поэтому там Ульяна развалилась. А я поэтому... Не знаю, может, кто-то захочет так этим заниматься. Да, я вас слушаю. Извини, что отвлекаю. Ты здесь, ты здесь? Да, я тут, я тут. Смотри, пойдём сюда и посмотри наверх. Ты можешь как-то вот так камеру подвигать, чтобы увидеть, что над этой штукой? Это сложно. Я не понимаю, как именно нужно подвигать камеру. Я только что видела, я только что как-то оказалась за пределами вот этой вот штуки. И фишка в том, что... Шифт, шифт. Что-то там хер, какой-то бейдж, видимо. Это секретный бейдж, как его получить? Я думаю, мы в конце дойдём, и мы сможем до него долететь. Это хорошо. Так вот, ребят, я думаю, можно, в принципе, записываться в очередь в комментариях. Кто хочет заниматься или занимается валением шерсти, то я, может быть, вам даже буду отправлять кусочки шерсти. Если вы будете что-нибудь делать, не знаю, вот что-нибудь прикольное, потому что, ну, вряд ли у меня на это хватит сил, времени и так далее, умения вот этого всего. Надо, короче, будет подумать об этом. Серьёзно. Ева, ты можешь пирожочки лепить, тут серьёзно. Ну, пирожочки лепить, это, ну, это опасно, ладно. Ну, они же будут очень аппетитными, либо очень пушистыми. Ой, что это за комната такая. О, Ёша, здравствуйте. Ёша, а расскажите, пожалуйста, о вашей любви к маленьким пирожочкам. Ну, это зависит от того, с чем они будут. Вот, например, вы знаете, вы знаете, я лично люблю очень с капустой. Они такие очень вкусные. А почему вы так бегаете? А вы перепрыгнули ускоряем. А, я думала, ты сидишь. Извиняю, я тоже так подумал. О, мне нравится. Вот, значит, мне нравится очень. Ой. А, на меня машина эта крякнула. Почему-то непонятно почему. А это она меня убила или как? Это машина нельзя касаться. А, окей. Так, какие мне ещё нравятся? Сейчас, подождите. Значит, нравится. А, всё? А, чё так мало? А чё так мало? Мало, правда мало. Тоже хотелось побольше побыть с собаками. Ты мне серьёзно, абсолютно. Я даже не успел рассказать, что в детстве мне нравились с... Блин, как же... Они какие-то странненькие были. И мама их готовила реже всего. Ну, типа, больше всего мне нравились с собаками. В общем, почему я думала ты побыть с собаками. Да, конечно. Я, если... Нет стереотипным шуткам. Скажем нет. Стереотипным шуткам. Никаких шуток. Про еду. И, в общем, вы поняли. А, ребят, я... Я попала в Макдональдс. И я не получу секретный бейдж. Мам, боже мой, ладно. А где Ева? А, Ева. Я тут, я наверху. Так вот, а теперь без шуток, значит, вот. И как-то они... Мама... Значит, мама... Я понял вопрос, к чему вопрос. Но я сначала насчёт этого договорю, конечно же. Так вот. И мама в детстве делала какие-то... Блин, я вот не помню. Они были с яйцом и луком, по-моему. А, есть такие, да. Но это было очень вкусно. Мне так нравилось, но я давно их не ел. Вот. А как это? Булочки? Лучшие булочки, конечно же. Коржики, конечно же. Лучшие булочки. Такие повзрослее, побольше. В смысле, не повзрослее, а просто побольше. Размер шибер, конечно же. А вообще, на самом-то деле, я не то, что больше сильно разбираюсь в породах. Я это, кстати говоря, говорил даже в видосах. Поэтому я, честно говоря... Ну вот, те, которые мне нравятся. Ну вот, можешь у Ульяны спросить. Ульяна знает чуть больше. Помимо вот этих двух, она знает ещё, я думаю, парочку. Вот ей, например, нравится вроде бы лабрадоры. И это я помню из видео. Мы вместе записывали видосы. Там фигурировала порода именно эта. Да, мне нравятся лабрадоры. И ещё мне нравятся бигри. Я, в принципе, очень люблю собак. Поэтому, мне кажется, мне все нравятся. О, я вспомнил. Короче, мне ещё нравятся вот всякие смешения пород. Например, вот померанский шпиц и хаски. Это помские получаются. Вот, вы знаете, можете погубить. Стрелы, кстати, в бронях тоже было интересно, да. Слушайте, а пойдёмте возьмём секретный бейдж. Я боюсь, конечно... И спасите Лану. А ты где? Я в магазине. Питомцев. О, тебя продают в магазине питомцев? Да. А, да ладно. Боже. На улице жёлтая машинка. Приём, приём. Около проводов. А, так а как мы тебя спасём? Подожди. А там есть секретный бейдж. В принципе, недалеко оттуда. Ну, у нас же у каждого своя вот эта вот штука, по которой мы можем идти. Можем только к тебе прийти. И что, приходите. Я вижу вас. Подождись, сначала за бейджем. Бейдж забрала. Всё, отлично. Так, я не вижу Лану, не вижу Лану. Ева, не туда, не туда. Вот, вот, Гет, вот прямо теперь, да. Гет, назад. Прямо. Ульяна очень правильно идёт. Вот сюда спускайтесь. Боже, где Ульяна? Прямо ещё. Вот это что ли? А-а-а, я всё, я поняла. Вот тут. Помогите. Что? Она же не подклажет. Лана, мы не можем к тебе спуститься. Лана, прости. Там убивает всё, нет. Нет. О-о-о. Блин, а не получится, видимо, никак. На крыше можно спокойно постоять, кстати. Да. Слушайте, я что-то как-то опять задумалась про пирожочки с капустой. И, честно говоря, вот именно пирожочки с капустой я больше всего люблю. А вот. Но это из съедобных, если что. Это если что. Вот на минуточку вот так. Слушайте, а мне кажется, мы можем вернуться вот, если вот так тут идти, прям по дороге с облаками. А, да? Ну да, вот, смотрите, я дошла. Так, мне кажется, вот сюда нельзя остановиться, потому что тут убьёт. Вот не уверена, честно говоря. О, тут вход для меня открыт нарисовано. А ты можешь зайти? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Я думаю, я умру. Здравствуйте. А, всё, тут всё, не пройти. И что делать? Ну, что, получается, мы Лану оставляем, а сами уходим. Вот. Да, взмысленные. Ты спирали без кошки из зоомагазина? Нет. Ладно, прости. Не прощу. Ты сама выбрала путь Макдональдса. Я случайно. Всё, остаёшься без бейджика, без вариантов. О, блин, обидно-то как. А! Ой, Ёш, это ты? А, это если убиться в машину, она сигналит, да? Правильно? Да, да, всё верно, всё так. А, вот оно что. Ну, пока нам Ёша включил шикарную сигнализацию, а Лана тут ходит за стеклом. Боже мой, как это грустно. Я думаю, мы обязательно вернёмся с Ланой, чтобы её спасти. А, я думаю, на сегодня это всё. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. 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 Пока.